Всем шалом, салют, хеллоу, конечева и дальше всё по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересности с нашей планеты на Red Barn Podcast. Сегодня у нас приготовлена порция полезной информации для заядлых путешественников. В этом выпуске мы поговорим с вами о самых смешных и законах из 10 стран мира. Итак, приступим. На 10 месте у нас Австралия, страна, внутри которой действует масса забавных и непонятных всему остальному миру законов. Так, например, в западной части этого засушливого материка запрещается одновременно продавать или покупать более 50 килограммов картофеля. Этот смешной закон исполняется тут со времен продуктовых войн с британской метрополией, несмотря на то, что сегодня австралийцы не могут пожаловаться на нехватку картошки. Помимо чрезмерно активной торговли корнеплодами, запрещено тут и такое развлечение, как смятие пивных банок, обнажённой женской грудью. Придаваться этой забаве не разрешается не только на улице, но и за закрытыми дверьми. Тем же, кто не выдержит запрета, придётся оплатить штраф, равный 1000 долларов. Кстати, если вы решите выступить с таким фокусом на чьей-то либо свадебной церемонии и нечаянно её сорвёте, представители правопорядка возьмут с вас ровно в 10 раз больше. Девятое место отдано британцам. За всю историю существования своей страны придумали они массу забавных законов, большая часть которых, к счастью, молодым поколениям уже не исполнится. Так когда-то местных могли штрафовать зачистку коров на улице, перегон скота по городу без соответствующего разрешения, переворачивание марок с изображением монарших особ вверх ногами. И тем не менее, если вы, например, решите покормить чаек в прибрежном градстве Саффолк, полисмены немедленно оштрафуют вас на 3000 евро, так как излишнее кормление приводит к неконтролируемому размножению этих птиц. В Лондоне же стоит помнить, что за езду на велосипеде по тротуару придётся отдать около 100 фунтов стерлингов. А ещё бесплатно не глушить мотор на автомобильной парковке можно не дольше трёх минут, иначе с вас возьмут штраф в 120 фунтов. Сами жители Туманного Альбиона вполне снисходительно относятся к вышеперечисленным запретам, так как в списке самых странных законов страны, по их общему мнению, лидирует запрет на смерть в здании парламента, установленный ещё в 1313 году. Кстати, близкие соседи англичан, шотландцы, также могут похвастаться странными историями. Хотя куда более незадачливых туристов удивляют некоторые из их традиций. Например, та, согласно которой невесту, выходящую замуж за мужчину в килте, необходимо с ног до головы облить помоями. Восьмую позицию занимает Канада. Канада известна на весь мир своей отлаженной системой защиты правопорядка, которые восхищаются повсеместно. Однако даже здесь порой можно столкнуться с откровенно смешными и даже возмутительными законами. Так, в канадском городе Сурис запрещается лепить снеговиков, высота которых превышает 75 сантиметров. Власти же города Петролия напрочь лишили подведомственную им территорию прибыли в туристический сезон, запретив всем местным и приезжающим свистеть, вопить и издавать другие громкие звуки в любое время суток. Тем не менее, все это кажется цветочками, по сравнению с другим абсурдным запретом. В Канаде не разрешается публиковать, хоронить и распространять комиксы криминального жанра. К счастью, реальные штрафы любителям преступных комиксов пока никто не выписывал, однако же потеря небольшой суммы может испортить настроение. На седьмом месте Дания. Водитель перед тем, как завести автомобиль, обязан заглянуть под днище и убедиться, что под машиной нет детей, которые могли бы туда спрятаться. Кроме того, перед поездкой он должен проверить исправность тормозной системы управления, горят ли фары и работает ли звуковой сигнал. ПДД этой страны обязует всех ездить с включенными фарами. Так датчане смогут отличить неподвижную машину от едущей. Если автомобиль испугал лошадь, то автомобилист должен остановиться на обочине. При сильном испуге у животного водитель на законодательном уровне должен спрятать машину, накрыв ее чем-либо. И в этой стране все еще жив закон, регламентирующий необходимость сигнализировать конным повозкам о приближении автотранспорта. Это должен делать специальный человек, идущий перед авто с флажком. А вот побег из тюрьмы в Дании не преступление, но при повторной поимке преступника он будет обязан отсидеть свой срок. На шестом месте Германия. Страна исключительного порядка, известная своими огромными штрафами. Самые смешные из местных законов гласят, что вы не имеете права использовать в боях подушки, так как они приравниваются к пассивному оружию. Как, кстати, и пульнепробиваемый жилет. По воскресеньям здесь строго запрещается шуметь, поэтому забудьте о ремонтных работах, зубрежке сонат на скрипке или фортепиано и заливистом свисте. Немцы отдыхают. А еще, если вам в дом неожиданно нагрянет трубочист, то запретить ему войти вы тоже не можете, иначе заплатите крупный штраф. По этому поводу у местных даже имеется поговорка, согласно которой этим санитарам дымоходов попасть в квартиру куда проще, чем полицейским. Следующее место номер пять, и это Италия. Еще одна страна, известная своими смешными законами. К одному из самых знаменитых из них относится запрет на кормление птиц на площади Святого Марка. Впрочем, странным он кажется в основном туристом, местные же уверены в его необходимости. Пернатые, живущие в городской черте, уродуют памятники и разносят всяческие болезни. Кстати, не только в Венеции, но и во Флоренции придется заплатить порядка 600 долларов за кормление голубей хлебушкам, так как власти этого старинного города с особой щепетильностью относятся к чистоте местных архитектурных достопримечательностей. Законотворчеством активно занимаются и в других городах Италии, так в Ираклии запрещено строить песчаные замки, мешающие чинным прогулкам отдыхающих. На венецианских пляжах нельзя собирать ракушки, а на капре носить деревянные башмаки, издающие громкий звук. И, наконец, в Эболе вам придется отдать около 500 евро за поцелуй в машине со своей второй половиной. А вот четвертое место забирает себе Сингапур. Одно из самых небольших, но в то же время одно из самых благополучных государств мира. Оно давно славится своим ревностным отношением к порядку и чистоте. В этой стране, например, можно получить серьезный штраф, не спустив после себя воду в туалете или просто высморкавшись на улице. Кроме того, если вы трижды попадетесь за то, что бросаете мусор на улице, вам придется в течение целого месяца, каждое воскресенье мыть тротуары города, надев на шею табличку с надписью «Я намусорил». Хотя это еще и далеко не последний необычный закон, действующий в этом азиатском городе-государстве. Чего только стоит запрет на жевание жевательной резинки и строгие ограничения на провоз этого товара в личном багаже. При отдельных условиях доставка самой обычной жвачки на территорию Сингапура может быть приравнена к контрабанде. В этом случае штраф может составить более 5000 американских долларов. И первую тройку занимает Свазиленд. Женщины официально там признаны менее значимыми членами общества, неужели мужчины? Поэтому даже одежду, напоминающую предметы морского гардероба, им носить запрещено. Также с целью соблюдения древней традиции, законы Свазиленда запрещают женщинам носить нижнее белье. В том случае, если стражи порядка увидят на женщине нижнее белье, они абсолютно легально имеют право сорвать ее и разорвать на мелкие кусочки прямо у нее на глазах. На втором месте Китай. Парочку необычных законов можно отыскать и в законодательстве КНР. Например, в Поднебесной вы можете быть подвергнуты суду, если спасете утопающего человека, так как это может быть расценено как вмешательство в его судьбу. А вот убивать людей в Китае можно, в частности, в Гонконге. Обиженная супруга имеет полное законное право укокошить намертво мужа, но только лишь в том случае, если сумеет сделать это голыми руками, без помощи посторонних предметов. А вот зато соперницу, решившую увезти мужа из лона семьи, убить можно любым удобным способом. Первое место. Замыкает список стран с глупыми и абсурдными законами, конечно же, США. В некоторых штатах действуют десятки нелепых законодательных инициатив. Иногда они даже у местных вызывают только улыбку, а иногда грозят реальными штрафами. Например, в Иллинойсис вас могут взыскать тысячу долларов, если будете бить крыс бейсбольной битой. В Миннесоте до двух тысяч долларов, если проедете по городу с грязными шинами. Власти штата Колорадо оштрафуют вас на 500 долларов за убийство собаки. Правда, если вы украли его соседа, можете вообще сесть в тюрьму на 10 лет. У вас есть лишние 25 долларов и не знаете, куда их потратить? Просто пофлиртуйте с кем-нибудь в Нью-Йорке или наденьте юбку или брюки ниже трех сантиметров от линии бедер в Джорджии. И, наконец, не стоит бегать спиной после заката в штате Коннектикут, держать лошадь в ванной в Южной Каролине или ходить со львом в кинотеатр в Мэриланде. Это запрещено местными законами, да и просто, мне кажется, здравым смыслом. На сегодня это все. Это был ТОП-10 фактов на RedBarn Podcast. Соблюдайте закон и хорошей вам недели. И, кстати, подписывайтесь в наши социальные сети в группу ВКонтакте, в Инстаграм и канал в Телеграме.